МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии. Марина Василевская. Здравствуйте. В начале выпуска главная тема. Психологическая отметка. В Мордовии количество заболевших коронавирусом приближается к тысяче человек. Полицейский патруль в Саранске правоохранители следят за соблюдением правил самоизоляции. Основы урожая в республике полным ходом идут весенние полевые работы. За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 56 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Такую информацию сообщил республиканский оперштаб. В одном из случаев диагноз подтвердился у семьи из пяти человек, включая ребенка. С начала распространения новой инфекции общее количество заболевших в Мордовии 923 человека. 121 выздоровел. Пятеро не смогли справиться с болезнью и скончались. Во вторник глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеоконференц-связи провел совещание с членами правительства и главами районов республики. Обсуждали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Глава республики подвел итоги первых пяти дней майских праздников и они оказались неутешительными. Число растет на сегодняшний день 923. На 6% мы выросли. 56 случаев за вчерашний день. Это очень много. Для того, чтобы разместить всех больных, приходится организовывать все новые инфекционные госпитали, которые быстро заполняются. Так, открытый на базе республиканской клинической больницы номер 5 госпиталь на 70 мест был заполнен за два дня. Сегодня началась работа по развертыванию еще одной площадки для пациентов с COVID-19. При этом, как подчеркнул глава республики, наибольшее число заболевших на тысячу населения фиксируется не в Саранске, как этого можно было ожидать, а в районах республики. И это связано в первую очередь с отсутствием должного контроля за приехавшими из других регионов людьми, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Наибольшее число гостей въехало в Ковылкинский, Краснослободский, Дубенский, Зубово-Полянский, Ельниковские районы, где и до этого сохранялась непростая ситуация с распространением инфекции. Ковылкинский район дал нам сегодня одну четвертую часть всех заболевших. Ковылкинский район. Это ЧП. Однако, значит, руководство района не считает это чрезвычайной ситуацией. Я могу назвать другие примеры. Надеюсь, все поняли. Оценка будет, наверное, очень жесткая. При этом глава Мордовии отметил, что действующих в республике ограничительных мер на сегодня достаточно. Причем, например, масочный режим республика ввела раньше других регионов. Мы не сперточками, не просто так, значит, мои обращения, не просто так мои совещания. Они все основываются, абсолютно все, на той реальной обстановке, которая существует в республике. Кроме того, в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных масок в общественных местах, магазинах, транспорте и т.д. При этом поставлена задача обеспечить потребность в перчатках и необходимых объемах. В настоящее время ключевую роль в контроле над ситуацией играют специальные посты на въездах в республику, в том числе в аэропорту и на железнодорожных станциях. С 30 апреля количество автомобильных постов увеличилось вдвое, теперь их 12. К уже имеющимся, добавились пункты пропуска в Ордатовском, Большеигнатовском, Ельниковском, Качкуровском и Тенгушевском районах, которые закрывают дополнительные въезды со стороны Чувашии, Нижегородской и Пензенской областей. Статистика их работы, как доложил зампред правительства Виктор Цыганов, подтверждает очередной высокий наплыв гостей в республику в преддверии майских праздников. Так, самое большое число уведомлений, 546, было выдано въезжающим в регион 1 мая. По состоянию на 4 мая в республике находятся 19,5 тысяч приехавших граждан. Глава республики поставил задачу оперативнее вносить в базу сведения о каждом пребывающем, делать это в режиме онлайн. Также Владимир Волков обратил особое внимание на соблюдение ограничительных мер в тех населенных пунктах, где введен карантин. Пока полноценный контроль на въездах не обеспечен. В эти населенные пункты продолжают активно приезжать люди из других регионов, а также из Саранска, что приводит к возникновению локальных очагов заболевания. К тому же это ставит под угрозу работу ряда важных для республики предприятий, которые работают в зоне карантина. В этой ситуации, как подчеркнул глава Мордовии, есть серьезные риски для закрытия этих предприятий на длительный срок. Сначала майских праздников заработали дачные маршруты. Как доложил глава городского округа Саранск Петр Тултаев, на начальных точках дежурят работники городской администрации и горэлектротранса. В среднем за рейс перевозится 18 человек. При этом все дачники соблюдают масочный режим, а также социальную дистанцию и при посадке в автобус, и в самих автобусах. Первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров доложил об итогах работы аграриев за 4 месяца текущего года. Индекс производства продукции сельского хозяйства за этот период составил 103,7%. Производство мяса составило 103% к уровню прошлого года, молока – 107%, яиц – 105%. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 25,5 миллиардов рублей, что на 116% выше уровня 2019 года. Что касается хода весенних полевых работ, министр заверил, что они ведутся в планируемых объемах и в соответствии с календарными графиками. В завершении совещания Владимир Волков напомнил о приближающемся празднике – Дне Победы. Основное празднование состоится позже, как только позволит эпидемическая ситуация. Однако ряд мероприятий пройдет именно 9 мая, в том числе в режиме онлайн. Главная цель, как подчеркнул Владимир Волков, максимально приблизить праздник Победы к ветеранам, сделать так, чтобы каждый из них почувствовал себя в центре всеобщего внимания. Однако любые массовые сборы сейчас запрещены. Все жители и гости Мордовии обязаны соблюдать режим самоизоляции. За этим следят и правоохранители. Сотрудники полиции проводят рейды по паркам и улицам города. Они отмечают, что в Саранске с приходом теплой погоды граждан, покидающих свои дома без веской причины, стало больше. В очередной рейд с сотрудниками полиции отправились Юлия Емельянова и Владимир Надькин. Короткий инструктаж распределения групп по районным и улицам города, а также обязательные средства защиты. Все готово, теперь можно отправляться в рейд. На улицы города стражи порядка выходят ежедневно, несут службу по 8 часов. Работают в усиленном режиме. На несение службы по городскому округу Саран заступает в два раза больше личного состава, чем в обычный порядок несения службы. Задача ставится следующая, то есть несут службы на общественных местах, парки, скверы, общественные остановки, также места скопления граждан с целью проведения профилактических мероприятий, а также бесед, дабы не допускать бесцельное нахождение граждан в общественных местах. Несмотря на режим самоизоляции, людей на улицах города становится больше. У многих граждан есть веские причины покинуть свои дома. Одни идут из магазина домой, другие направляются к пожилым родителям. А вот эти две женщины спешат с работы домой. У каждой из них есть справка от работодателя, которую они тут же спешат показать сотрудникам полиции. Сидим на работе, потому что мы не можем уехать раньше. То есть я правильно понимаю, вы сейчас собираетесь, идете с работы и вы забираете домой? С остановки транспорт и до дома. Будем также до утра сидеть на карантине. Если все в порядке, то полицейские желают хорошего дня и отпускают без лишних вопросов. А вот если граждане без веских причин нарушают режим самоизоляции, с ними для начала проводят профилактическую беседу. Не повезло несовершеннолетним ребятам, гуляющим по площади. Про режим самоизоляции они слышали, но веской причины покинуть дом у них не оказалось. Ребятам пришлось проехать в отделение полиции, откуда их позже смогли забрать родители. Не ставится конкретная задача по фиксации правонарушений, так как данная статья несет санкции данной статьи присматривается административный штраф от 1000 до 30. Сотрудники полиции настоятельно просят жителей Мордовии соблюдать режим самоизоляции. Покидать свои дома только по веским причинам, а также следить за своими детьми. Юлия Емельянова, Владимир Надькин, Народные новости. Пятого мая песенную эстафету Приволжского федерального округа приняла Пентинская область. Напомним, масштабный проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В его рамках народы Приволжья исполняют песню «День Победы» на родных языках. Увидеть ролики можно в эфире НТМ каждое утро в 9.00, а также на сайте и в сообществах нашего телеканала в социальных сетях. Съемки были проведены до начала профилактических мер. Мы волонтеры Победы. И мы из Пензы. А мы из Пензы. Эту фразу с гордостью произносит каждый житель Пентинской области. Именно эту надпись на разрушенном Орехстаге высекли наши земляки ровно 75 лет назад. И навсегда вписали Пензу в историю Великой Победы. В ряды действующей армии в годы Великой Отечественной войны было призвано более 300 тысяч пензенцев. 190 тысяч солдат и офицеров не вернулось с полей сражений. Мы, представители поискового движения России, проводим работу по установлению судеб погибших и пропавших без вести и увековечиванию их памяти. Пензенские поисковики ежедневно стоят на страже памяти и поэтому мы приняли участие в акции «Наш День Победы». 245 человек, чья судьба была связана с Пензенской областью, были удостойны самого высокого звания Героя Советского Союза. У нас 37 полных кавалеров Ордена Славы, а генерал Глазунов и маршал Крулов стали дважды Героями Советского Союза. Ветеранское сообщество Пензенской области горячо поддерживает данную акцию от имени тружеников тыла Сурского края, чей вклад в Победу просто огромен, снялся в ролике Анатолий Васильев, наш ветеран, герой социалистического труда. Пенза в то время целиком работала на фронт. Была тем самым тылом, в котором ковали Победу. В годы войны в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных предприятий. Каждая четвертая фронтовая мина была выпущена в Пензе. На Пензенской земле производили знаменитую Катюшу, мощное оружие с ласковым именем. В 1942 году на этом предприятии, вот в этих корпусах, начали выпускаться легендарные Катюши. В том числе эти Катюши монтировались на катера, волжские катера, которые сыграли огромную роль в том, что так немцы не смогли перейти в Волгу. Массовый трудовой подвиг коллективу в Пензенских заводах отмечен Орденом Ленина, Орденом Трудового Знамени, а город Пенза награжден Орденом Трудового Красного Знамени. И сегодня Пенза претендует на получение почетного звания Российской Федерации в город трудовой доблести. Значительный вклад в оказание помощи фронту внесли труженики сел Пензенской области. В годы войны колхозы и совхозы области дали родине около 60 миллионов пудов хлеба, тонны другой сельскохозяйственной продукции. В Пензе поистине знают значение легендарных строчек. Этот день мы приближали как могли. Это день победы Ворота права Это праздник Сильное леса Посевная в Мордовии вступила в завершающую стадию. Агрария, несмотря на эпидемию коронавирусу, трудится в прежнем режиме. О том, что делается в Ковылкинском районе, чтобы осенью собрать хороший урожай, расскажем далее. Общая площадь пахотных земель Мордовского бекона 54 тысячи гектаров. Основная часть приходится на Ковылкинский район 42 тысячи. С каждым годом посевная площадь становится все больше. Она расширяется и в других районах присутствия компании Атюревском, Торбеевском и Старошайговском. Увеличивается площадь не только зерновых культур, но и зернобобовых, горох, соя, а также техническая масляничная культура. Это лен выращиваем на площади более 7 тысяч гектаров. В этом отделении засеяно более 13 тысяч гектаров озимых культур. Это озимая пшеница, львиные доли и небольшой участок это озимая третикали. Горох в этом году соберут почти на 9 тысячах гектарах. Эту культуру здесь сеют с шестью посевными агрегатами по самым современным технологиям, получившим признание в США, Канаде и других странах. На данных полях у нас применяется технология Ноутил, так как она способствует лучшему задержанию влаги в почве и замедляет испаряемость влаги из почвы. Влага необходимый атрибут для прорастания семян гороха. На сегодняшний день посевная кампания на предприятии завершена почти на 98%. Остались только сырые участки. На Ковылкинских полях сеют и позднюю культуру сою, но к ее посеву приступят только после 9 мая. Ирина Пятина, Максим Ковылкин, Народные новости, Ковылкинский район. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. С вами была Марина Василевская. Оставайтесь на нашем канале и дома. До встречи.